Приветствую всех аналитет онлайн, в первую очередь с наступающими праздниками. Всех поздравляю. И следующая неделя по экономическому календарю практически будет простой и без особых важных моментов. Единственное, что стоит отметить, на следующей неделе по экономическому календарю в понедельник на Штатах рынки закрыты. У них holidays и также будут закрыты рынки в пятницу по bond markets. Банды, в общем, особо не будут торговаться. В четверг единственный день, который может по Штатам немножко заинтересовать. Отчет по петролюм и jobless claims. Вот почему-то они 29 декабря решили такие отчеты произвести. На этой неделе отчитывались по ВВП в несколько стран, в том числе Канада, Британия и Штаты. Штаты, естественно, отчитались хорошо, так как Трамп пришел к власти. Нельзя сейчас показывать плохое ВВП. И удивительно, вот Канада как раз просила по ВВП минус 0,3% по факту, хотя ждали 0,1%. Вот из таких важных событий. Ну и просили немножко запасы сырой нефти. Вот что нас ждет на следующей неделе по отчетам. В принципе, рекомендую не торговать на следующей неделе вообще. В предпраздничные торговые дни падает ликвидность. И, ну, основные участники тоже отдыхают. Вы сможете заметить, что даже на этой неделе уже было видно, как немножко просели объемы, оборот. Поэтому отдохните, уделите внимание семье. И потом уже после Нового года возвращайтесь. Опять на Лосит онлайн и будем продолжать. Мартовский контракт уже в разгаре. Вы, возможно, видели слайд с рейтингом и лидерами за декабрьский контракт по CME у нас и по Фордс. Рейтинг лучшая двадцатка. После Лосит онлайн разместим информацию на Facebook, Google+, сможете ознакомиться. Половина списка тех, кто в первой досадке, они из контракта в контракт неплохо показывают динамику. Ну и, как обещали, бонусы первым трем трейдерам, которые лучше всех торговали на декабрьском контракте. Конкурс продолжается точно так же в мартовском контракте. Поэтому вот, кстати, этот список. Агран, Мик и Киса, это по Фордс. И только Биленпро и Аликс01, студент курса Smart Volume Trading, занимают первые три места по CME. В общем, поздравляем всех, кто вообще закрыл контракт, даже на тренировочных счетах хорошо. И так же закончить и мартовский контракт тоже с положительной динамикой. Приступим. Итак, S&P. Рейтинг, кстати, вот, если не видно, то по CME. И, естественно, из рейтинга были удалены трейдеры, которые не подписаны, нет никнейма. Первые три места, долька, 94 сделки, 54 плюсовые, я думаю, это того стоит. Биленпро тоже круто удивил, 6 сделок и все в яблочко. Ну и Аликс01, неплохая серийность, как для студента. Дальше, по Фордс, естественно, первое место Агран. Сейчас должен он подгрузиться. Вот он, гигант. Заслужено не только один аккаунт, еще на 11 месте аккаунт у него. И еще какое-то место вроде 20 было, тоже вроде, ну, уже два места в первой двадцатке. Уже неплохо. Миг, один из новых трейдеров. Ну и Киса, 4 сделки, 3 плюсовые. Можете торговать не только фьючерсами, а опционами, акциями. Так что, дело такое, если умеете зарабатывать, то почему нет. Ну, в любом случае, тут и 11 место, а не плохо. Так, S&P. В общем, в списке после Волстов Онлайн можно будет на Facebook ознакомиться, ну и на сайте также. Так что, Агран, не переживайте, там заслуженное первое место. Я думаю, вам есть чем гордиться. Всем бы так равняться на вас и такие успехи делать. Так, берем сейчас дневной таймфрейм. Делаем данную с... Вот. Итак, склейка контрактов. S&P в новом контракте мартовском фактически бьет рекорды. И такая формация, как видите, зависшая над 22.80. Самое вот интересное, как падают объемы перед Новым Годом, видите. Соответственно, и волатильность также уменьшается, и мат ожидания от сделок попросту исчезает. Его нет. Очень флэтовые торговые сессии, не только по S&P, а на многих инструментах. Идет сейчас такой вялый рынок, поэтому выделим... Это даже без клейки нужно на чистом контракте сейчас. Ядро вот... Вот это флэтовая формация 22.54, 22.68. Вот, собственно, посмотрим, как после праздников будут расширять коридор. Дельта этой формации по большей степени идет на агрессоре на продажу. Буквально вот только сегодня сбросили чуть-чуть, видимо, продаж, который 21-го открыли. И вот эти объемы, которые оставили в районе 22.68, пока не могут расширить. Соответственно, посмотрим. В принципе, отчитались ПВП положительно, Трамп на троне положительно для Штатов. Собственно, для банков ничего не меняется. Все так же будет печататься кэш, будут вводиться всякие рисковые производные древативы. Ну, в общем, посмотрим, что будет за политика относительно нефти у Трампа. Если я не ошибаюсь, в январе у него инаугурация. Ну и потом начнется. Так, давайте отметим уровни, которые могут нам помочь и будут полезны в мартовском контракте относительно декабрьского. 22.001, 22.07. Здесь порядка трех недель штурмовали перед расширением. Возьмем в качестве возможной поддержки. И дополнительный уровень 21.90 по 21.95. Здесь такие были две сессии интересные. Видите, здесь формировали пушку на 22.68. То есть, эти два массива прямо по дельте все пять дней были на покупках. Тут обязательно стоит выделить. Особенно у нас 2.002, 22.07. Вот этот первый уровень поддержки. Ну, это для более таких среднесрочно... Передрастающий в долгосрочный масштаб уровней. Основной массив проторговки прошлого контракта 21.56, напомню, и 21.30. Этот коридор можете смело брать в качестве ориентированного. Если новый контракт мартовский не заметит абсолютно здесь поддержки и достигнет вот этой формации, то с покупками нужно очень-очень осторожно. В принципе, это будет уже как бы реверсом полным относительно прошлого контракта за полгодия. Так что внимательней. Такой же промежуточный небольшой уровень отметим в районе 21.70 по 21.80. Здесь также были по большей степени активные байеры. По нижней гистограмме мы видим порядка двух недель атаковали. На недельках за какой период? За два года, за три? Три года. Давайте посмотрим. Нет, таймфрейм 2. Сейчас подгрузится в этот период. Я по датам поставлю. Просьба тех, кто попали на Wall Street Online. Если вам несложно указывайте свое имя, ну, какое-нибудь даже возможно выдуманное, но хочется иногда вопрос задать встречный, а у трейдера подпись просто в этом, допустим, или еще какие-то иероглифы. Неудобно малости. Так, таймфрейм это мы выделили. Здесь лимит. Чуть-чуть подправим. Вот, собственно, где находится сейчас контракт текущий на самой-самой вершине. Из ключевых, то есть пробитие 21.90. Ну, по сути, это прошлый контракт, весь 22.10. Это первый уровень, который даст огромный такой маячок на то, что, скорее всего, либо будет корректива до таких вот уровней поддержки с точки зрения технического анализа в районе 21.50, 21.45. Вот, но, в принципе, как видите, все сложнее и сложнее толкать котировку, повышение процентной ставки, которое было недавно, возможно, еще раз повысят. Ну, может, после инаугурации, ближе уже к марту, но в любом случае, пока инфляция есть и вся лишняя валютная масса будет куда-то пристраиваться. И, скорее всего, фондовый рынок как часть таких отток, притоков, либо в зависимости от того, насколько сильно будет меняться политика экономическая в Штатах, ну и после инаугурации, как себя будет вести Трамп. Ну, вот такие, в общем, процессы. Здесь, как видите, 21.00 очень так аккуратненько пробивали и фактически за 2016 год у них это получилось, но очень трудно. Здесь, видите, два контракта мучились и пробитие 21.90-22.10 уже будет много о чем говорить. То есть, с покупками долгосрочными по S&P, либо же по фондовому рынку Штатов нужно будет аккуратнее работать. И дельта 176 тонн неделя, скорее всего, из прошлого контракта, возможно, набросали уже на мартовском. Это нужно будет потом разобрать, детально посмотреть. Ну, вот такие, в общем, формации. По открытому интересу в новом контракте вышли уже, наоборот, 2.8-2.7. Нет, 2.8 еще не сделали. Ну, при новогодние периоды они все такие. Как я и обещал вам, даже вот посмотрев на недельки, перед праздниками, перед Рождеством, перед Black Friday, частую, практически каждый раз S&P медленно, быстро, но растет. Поэтому бонусы раздали и посмотрим, как будет динамика на рост продолжаться уже после праздников. Спекулятивные уровни, значит, VWP 22.61 для ориентира. И такой саппорт, который в пятницу пока не осилили. Ну, если взглянуть только на вторник, на четверг, этот флетовый ужас просто... Лучше быть в кэше и не лезть в эту, не похожую на торги, ситуацию. 22.64.5, так уж и быть. Пока выделим в качестве такого потенциально возможного уровня на сопротивление по 66.5. И отдельно стоит выделить вот этот уровень. 68. 22.68. Во вторник здесь очень так неплохо реверснули, на хорошем объеме. И все объемы, которые прошли вчера на открытии... То есть, по сути, формация сессии реверсивная. Тут уже поддерживали понедельник уровень. В результате пятница даже не пытается расширить коридор. То есть, остались в том же коридоре, что и в четверг. Эти движения, это уже Европа и Азия. Также стоит выделить некий незаметный уровень. Вот здесь объемов неплохо набросали плотненько. 60.75 и 61.5. Сопротивление пока не смогли осилить. Стоит учитывать. Если у вас открыты продажи, то это ваша защита. Ну, если в районе 22.65 по 22.68 где-нибудь открыли шорт, то первое, что нужно обязательно пройти в S&P, это хотя бы этот барьер. Так, идем дальше. FESX. FESX с DAX мы сейчас быстренько пробежимся. Особо не будем останавливаться. По FESX четверг, среда и вторник были по большей степени на байерах. Тоже уже успокоились немножко здесь. Завершение декабрьского контракта, как видите, они четко закрывают по расписанию. И вот фактически сегодня, вернее на сегодня, это первая неделя мартовского контракта, как они торгуют. Давайте посмотрим, какие там объемы уже. Объемы очень не сильно пока показали свои обороты. Тут фактически половина среднего оборота за сессию идет на этой неделе. Ну, опять же, отдыхают люди и готовятся к встрече Деда Мороза, Нового года, корпоративу и так далее. Стоит отметить вот эти две сессии, обязательно 6 и 7 числа. Это коридор 31.33 по 45. Поддержка с прошлого контракта. И еще один уровень тут плотненько, прям 32.00. Вот здесь, в поле в гистограмме видно, 32.10, хорошенько расширили и даже была защита. В общем, пока FFXX будет болтаться до 32.10, еще терпимо. Уйдут ниже этого коридора. Похоже, что намечается коррективом. Так, DAX. На DAX ситуация. Сейчас я включу склейку. Где он там? Напомню, кто не обратил внимания, либо пропустил объявление, обновление и модернизация нового модуля. Теперь это класс EpoFile Professional, где можно комбинировать абсолютно все типы данных, которые идут с биржи. Вот такие вот чудесные паттерны. То есть гистограмма слева и справа, либо же в кластерном варианте. По сути, вы можете настроить график абсолютно как вам удобно. Даже можно сделать японские свечи. Практически японские. Ну, суть, они информацию несут то же самое. Так, по DAX. Тут вообще прям как будто всех с биржи выгнали. Очень флетово и очень так прям под потолком висят. Что в принципе неплохо для... То есть, есть там байеры, раз не уронили так быстро в первую же неделю в котировку. Стоят прям штиль. И по объему очень тоже штиль. Видите, половина оборотов... Ну, в сравнении с прошлым контрактом, хоть и плотненько, но давайте выделим несколько уровней, которые уже в новом контракте заметно отличились. Это 410-430, ну и соответственно... Основной объем прошел в районе 470-460. Это вот объемное ядро. Поддержка пока вот находится здесь. Контроль. Так, РТС. 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 естественно написаны таким бюрократическим языком не все четко можно сразу сказать что это касается непосредственно электронного трейдинга но очень очень сильно взялся cb за то что я прочитал контроль и якобы улучшение предоставления услуг на финансовом рынке ну а соответственно электронный трейдинг также заметил центробанк будет развивать направление электронных платежей вплоть до там прям с телефона можно в супермаркете рассчитаться ну это уже как бы не новость но там чуть ли не какие-то уже бюджеты заложены вот так что то что недавно было насчет ограничения входа по кэшу в трейдинг там 400 тысяч вроде было уже вроде разобрались но это был первый звоночек так что кому интересно мы можем сбросить на allstate онлайн сообщества этот отчет кто разбирается таких документах было бы интересно почитать такую уже тезисную итоговую статейку от вас так это у с ртс и за два года вернулись откуда пришли а вот основной 9 2014 начали сыпаться здесь очень волатильно и вот только-только восстановились обратите внимание как это было долго мучительно и тяжело фактически четыре квартала один был очень прекрасный и вот у нас мартовский 17 посмотрим напрашивается конечно коррекционная динамика хотя бы до 105 108 как бы сбросить позиции но открылись фактически на максимумах прям сказать что там очень много дельты на шорт нельзя сказать вот посмотрим сейчас обороты ну я хочу сказать по сравнению за два года обороты ближе к среднему значению удержались последние два контракта и пиковые точки само собой идут на повышенных оборотах и касается как раз 70 65 по 80 был такой очень высокооборотистый контракт вот у нас получается где-то ноябре так неплохо 4 миллиона оборот за недельку и с того момента ушли за сотку посмотрим по дельта проценту 22 процента перед тем как стартовать наверх был дельта на шорт неплохо по количеству сделок фактически за последние три квартала немножко упала активность по сделкам и вот открытый интерес у нас значение рост похоже временно прекратился вот 4 недели был вход и вот последние две недельки выход так что пока не спешите покупать артесик лучше дождитесь откатик сейчас разберемся где его лучше поймать опять же ситуация с нефтянкой если те данные которые я смотрел по нефтяному сектору контракты до 2016 до конца 2016 года практически все крупные компании контракты были в районе 49 48 50 51 доллара за баррель такая средняя цена была и в принципе сейчас пока такая благоприятная ситуация по баррелю стоимости барреля нефти если она будет держаться даже хотя бы на этом уровне я думаю потихонечку будем топать на верх так сейчас 15 числом начался мартовский и вот такая картина у нас по активности и поставим дельту сейчас отключим склеечку для начала новый свежий контракт итак вот у нас 15 числа начался мартовский и объемы идут ровно без особых изменений три сессии потихонечку пытаются уже за 110 500 перевалить недельно закрывается на своем локальном минимуме и дельта по дням как видите не совсем на рост здесь были вот 4 подряд 5 подряд сессии на рост как видели по открытому интересу сейчас идут сбрасывать по позициям сезонные явления закрывают новый год то есть ну вернее год как период фиксируют позиции перерасчет и потом цели на 2017 год очень жду предсказания экономистов макроэкономистов что они как они видят по ключевым событиям 2016 году кстати очень рекомендую сам начал пользоваться чтобы сразу на весь год собрать даты важных событий там собрание он либо же там опек разные чемпионаты олимпиады что также любые такие ключевые масштабные события они влияют на финансовый рынок википедия вбиваете просто 2017 год и там целый список важных событий и по секторам фактически там мероприятия финансового направления мероприятия для народов там спортивные мероприятия и выпишите себе вот самые ключевые уже сразу на год если масштабно позиционно рассчитывать ну естественно там выступление еле нет в списке но такие более масштабные события причем интересно даже смотреть какие страны могут внести коррективы в общую то даже макроэкономику в общем на выходных рекомендую посмотреть так ну в портесу пока тихо в лучше пока не покупать ждем коррекционного момента и к сожалению пока еще до сих пор не посмотрел как расписание будет на российской бирже новогодние праздники у кого есть под рукой может смотрели уже в календарь работы российской бирже период новогодних праздников был бы очень признателен все забываю посмотреть так ну в первую очередь будем мониторить 111 по 108 тут коридорчик так прям весь весь прямо на покупках и 111 могут и до 109 спуститься но самое главное чтобы не ниже 180 7 пока ведь и дельта не особо подходящая для покупок ждем коррекцию и тогда уже будем заходить так ой спасибо костю очень спасибо ну в общем проходите по ссылочке и ознакомьтесь когда будет биржа не работать и когда она начинает работать после нового года давайте быстро выберем спекулятивный уровень этой недели и будем смотреть рубль ядро недели 113 200 по 112 300 потом такая прям аккуратная формация 114 300 114 600 и завершение такое недельки поставим пока поддержка но особой надежды на нее возлагать не стоит хоть здесь немножко развернули но прям уж сказать что это очень уж хороший разворотец язык не поворачивается буквально вот покупкой покупки были уже под закрытие но скорее всего эти покупки вызваны фиксации шортов течение недели тут их привычно было но отметили пускай будет для ориентировать такой очень быстрый объем зашел в этом еще коридорчики возьмите на заметочку хоть он и не так бросается в глаза но спешили прям уж очень спешили самое вот сегодня была самая крупная дельта за неделю и вот среду четверг прям как заколдованный не ушел выше 113 500 соответственно уровень стоит взять тут же и коридор вторника ну в общем там все так неплохо сочетается для того чтобы выделить это как уровень сопротивления начало пятницы и начало четверга тоже оба дня начинали с того что они открылись и сразу шортили причем посмотрите все дни кроме вторника открылись сразу шортить открылись сразу шортить открылись шортить открылись шортить ну в общем только вторник там что-то постарались сделать а так все в основном шортили соответственно выводы напрашиваются сами собой рубль торговый календарь на 1016 год кстати на бирже мой экс отличная новость это очень крутая новость я вам хочу сказать шанхайская фондовая биржа стала официальным партнером московской бирже по распространению рыночных данных и лицензированию континентальном китае вала это может дать неплохой приток ликвидки к экономике в принципе почему нет и московская биржа подписала соглашение о сотрудничестве с крупнейшими китайскими брокерами ну в общем готовьтесь скоро будут изменения так рубль итак новый контракт мартовский вот потихонечку набрал оборотики и открывали уже даже 13 набирали приток шел сейчас по сравнению с прошлым контрактом открытый интерес еще не на всю катушку запустили вот был даже момент 3 миллиона 700 в среднем держались в районе 2726 открытых позиций за день сейчас пока 2 и 5 ну более-менее уже оборот есть то есть торговать уже можно так потом открывали позиции вот тут было снижение и позиции было топовое количество здесь вот этот коридор для нового контракта достаточно ключевой посмотрим сейчас мы это все делал на недельке даже заглянем почему нет шаг цены правда 50 сейчас погрузится данные скорее всего будет 20 обычно я ставлю на неделю по рублю 20 ну я думаю блин она похоже на правду так посмотрим что у нас тут по уровням и так 62 отметка 62 61 такой интересный момент с этой информации в где-нибудь там в конце 2015 заходили на взлет к 80 и вот мы уже даже прокололи до 60 с половиной посмотрим как будет продолжаться развитие этих событий просто плита за это все время огромная сформировалась 64 500 ядро по 67 300 можно даже 67 500 фактически вот это мы еще захватим 64 вот 64 67 500 прям просто плита крайне важный диапазон это что мы ушли ниже 64 в принципе для рубля неплохо также но это пока переход с контракта последняя неделя вот зафиксировалась пока приток небольшой открытой позиции и главное чтобы мы вышли в районе 3 миллиона 600 за 3 миллиона чтобы открытых позиций придерживали в принципе для этого это было бы неплохо вот ребята пытались целый месяц покупать и тут их прям вот так вот наказали хорошо видно где держали оборону целую целый так месяц даже больше все недели прям ну как раз вот в 67 500 две недельки потом четыре недели в районе 65 66 ну и потихонечку сбрасывали селлеров по столикам в любом случае самая крутая дельта по продаже это почти полмиллиона 420 тонн ну и с покупками тут вот недавно было на полмиллиона зарядили и и нате так смотрим новый контракт выделяем уровни и готовимся к новогодним праздникам так в новом контракте тут без клейки дельта на открытии 15 почти 180 тонн на байере и потом с девятнадцатого числа фактически вся неделя кроме пятницы была на селлерах стоит выделить агрессивное поведение 62 650 по 62 850 три дня подряд именно в этом коридоре агрессивные селлеры и вот здесь коридорчики тоже три дня уже обратная активность на всех случаев обратите внимание и зафиксируйте вот этот коридор если ближайшее время они тут будут очень сильно обороняться то могут потихонечку стать на 63 потом может даже на 64 по ликвидности ровно прям под линеечку идет неделя опять же крупного открытия и притока пока не ждите чуть-чуть вот захватим 950 после новогодних праздников тут буквально следующая неделя затишье на штатах вообще два дня чуть ли не закрыты рынки и четверг только будет почему-то jobless claims вместе с петролем но я думаю на него особо никто реагировать не будет хотя они такие что могут втихаря потихонечку слить пока все на корпоративах существенно я думаю там ничего не произойдет обычно ничего при новогодние периоды не происходит единственное что хочу подчеркнуть в отличие от нас штаты могут даже 2 числа 3 уже работать биржи они там особо не отмечают и вот как раз пока наши биржи закрыты там несколько дней могут куда-то тащить котировку и открытие после периода выходных может быть даже с небольшим гипиком будьте осторожны спот спот давайте посмотрим спот ссылки подписывайтесь сбрось вот ссылки сброс сброшены чуть-чуть там допустим здесь календарь там юрий сбросил ссылку и что там по ссылке страшно нажимать так на споте вот такая картина таймфрейм 15 минут а нам нужна дневочка вот спасибо юрий спасибо большое за график поведение проведение торгов какой там самый длинный период когда биржа не будет работать с 31 по 2 ну не так уж долго значит 13 почти 14 процентов на этой неделе был на стороне байеров это 21 числа потом почти 9 и сегодня 17 это перевес процентным соотношением вот 13 с половиной уже остановили снижение и потом по 5 по 6 процентов даже толкали наверх а здесь прям 17 и 2 почти 14 поэтому присмотритесь осторожнее тут прям техническим анализом можно определить жесткую защиту на 62 4 дня как будто там лимитка здоровенная стоит собирали всех возьмите на вооружение так по объему по споту видите тоже оборот упал самые такие вкусные периоды были с 12 декабря и с 19 прям рухнул оборот с 4 300 на 2 и 2 почти 2 раза вот так что соответственно сильной динамики таких объемов тоже не ждите 3 дня жесткого флета там 5 было такие вот ребята на 68 стоят тут пока считаются с ними и мы сейчас вот это уберем по сути вот начинается 61.6 по 61.8 первый такой блокпост и потом 62.10 это такой сдерживающий барьер ну и 68 если пробиваем открывается дорога на 60 может там уже посмотрим так евро это за несколько лет по неделькам пробиваем проходим проходим еще чуть-чуть вот осталось ну де-факто как-то неделька уже была ниже практически на пол своего коридора и 1.05 и 0.4 уже в принципе смирились с этими ценами коридором массивность сейчас уберу нолики вот так вот маленьким маневром уже мы видим дельту в кластере то есть профиль превращается быстро в кластер все все что он можно уже есть сразу в одном модуле это кстати очень помимо того что можно комбинировать разные данные допустим добавить еще сюда трейды либо же объем тем у кого не много мониторов несколько графиков фактически прям в одном немножко освобождает пространство и не так много мониторов нужно теперь так коридор который был на прошлой неделе 0.45 по 0.42 тут прям плотно запаковались байера и сбросив стопики пока вторая формация активности отсюда стоит рассчитать такие маневры так как очень не сложная и порой даже легкое расширение вот этого коридора подтвердит наличие байеров в этом коридоре вот этот то есть за 0.52 если выстреливаем там уже прям плита красных кирпичей 0.50 0.35 и по 0.605 вот уже такой очень проблемный коридор может быть и аккуратнее там дельта 4.5 по отношению к тому что было по 32 тонны по 36 то есть в принципе пока байеры могут дать какую-то противовесную активность так объем тоже немножко припал такой не сильно оборотистый сейчас рынок ну по крайней мере неделя была такая вот видите на покупочках небольших но есть BWP 0.6 идет и потихонечку входит в рынок как раз delta wasted процесс открытия новых сделок было на покупателям фунт на этой неделе пришел на 23 к видео 2 2 4 Распор HAS erap 0.5 ierung Moses входит 8 4 килограмм вместе Раньше были такие очень необычные люди, жили на земле. Может помнят, что такой Вольф Мессинг. Вот сейчас бы на бирже он очень сильно пригодился. Его способности прям сильно востребованы в этой индустрии и в этом бизнесе. Ядро недели 236 по 241. Помните, это такого необычного человека? Так, ядро есть по фунту. Фактически все сессии шли на снижение. Буквально вот в среду пытались как-то удержаться и пятница прям на минимуме закрывается. 1.23. Если на следующей неделе не смогут толкнуть выше вот этого коридора, то дела плохие. Хоть здесь и дельта идет такая постоянно на покупку, но результатов, как видите, она пока не принесла. Индекс доллара. Отметка 102-103. И вот так вот открываются позиции и, судя по всему, у пиковых значений. Да, вот в прошлом контракте открытый интерес достиг 87 тысяч и вот чуть-чуть осталось до пикового значения сейчас, 23 число. Дельта здесь фигурирует как... Интересно, как можно было такую дельту отобразить? Ну, во флэте это само собой, то байер и то селлер, так в флэте в принципе и формируются. Жаль, что нет такой четко направленной динамики по дельте. Ну, более-менее такой агрессив был по байерам и сейчас вот чуть-чуть сползают. Сбросили, видимо. Ну, скорее всего, они еще не остановились от этой динамики. И есть шансы увидеть продолжение. Корректива там до 102 стоит 101,5 и, возможно, снова восстановится на север. Так, это у нас дневка. Объемы тоже ровные. Самые крупные объемы в этот период как раз было дельта на покупку. Выделим три сессии. Сессии очень полюбили коридор 102,2, 102,7. Вот здесь три дня подряд и тут. И даже пока вот защитили на этой неделе. Поэтому, если будет жестко удерживать, не за горами пробить и 103, не 5. Бренд. Светлана Орловская, что ли? Это вы? Есть там другой человек, еще не только Уильям Ганн, там еще один. Он еще, кажется, живой. Семья Групп, вот совладелец, необычный такой математик. Электронный трейдинг фактически его детищем. Так, бренд возьмем. Тут действительно нужно недельку включить. И возьмем шаг цены немножко попроще. Это, напомню, бренд, склейка за два года. И пока вот у нас небольшой выход за 52-ю, 53-ю. И впереди вот жесткое сопротивление в районе 62-й, 65-й. Ну, в принципе, такой затяжной был период борьбы. На прошлой неделе даже были какие-то покупки. 18 тонн в общем, но пока они даже не расширили такой интересный уровень 57,1. Включаем дельту. 57,1 у нас. 350 контрактов и 119. Ну, в общем, 5,5 результат этой недели общий. Прошлый плюс 18. Ну, так. Весь рост уже, судя по всему, сбрасывают. Неделька заходит, недельки две сброс. Рынок пока еще не особо уверенно себя чувствует, судя по открытому интересу. Но ликвидность не сильно просела. Буквально вот прошлую пятницу и текущую. Ну, оно и понятно. Давайте посмотрим на текущем. Ух ты, какая была поддержка. Смотрите. Это на прошлой неделе. 53. Просто тогда мы смотрели на класс рычарте и она не так красиво смотрелась. Это уже обновленный график. Улучшенный. 53,53 и 7. Несколько недель подряд защищают нефтетрейдеры. Тут прям видно, объемик неплохой прошел. В районе 55 сейчас пока варьируется цена. И сейчас мы поменяем данные на дельту. И вот здесь у нас прям такой плотный коридор. Видите, все цены были за ребятами в медвежьих шкурах. В общем, коридор сложный, судя по всему, предстоит. Поддержка номер один. И долина медведей у нас 55,2, 56,5. Это по бренд. Дневки. CL. Вольф Ессинг не торговал на держи. Я говорю, пригодился будет сейчас очень сильно. Даже на недельку вперед, если бы он сказал цену, по любому инструменту было бы вообще замечательно. Так, стоп-стоп. CL. Обороты слабенькие пока относительно прошлого квартала. Вернее контракта. И посмотрим сейчас тоже за, по недельному таймфрейму, за несколько лет, за два года данные по активности. Так, 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 так. Так, значит, у нас... Заходили. Сейчас пока начали открывать позиции. Вот прям эта неделя. 447 тысяч. И... Пока это все шорты. Интересно. Жаль. В общем, осторожней. Тут CL-ка. Такая достаточно тяжелая ситуация. Ну, они, в принципе, хеджировались всегда. Объемы посмотрим. Объемы падают каждый день. Вот эта неделя все объемы падают и падают и падают. Соответственно, три дня боковушка. Ну, по крайней мере, пробили 51... Вернее, 52. И плита вот ждет в районе 61-58. То есть, контрольная такая локация позади. И остался путь до 60-й. Как он будет тернистый, либо не тернистый, посмотрим уже после Нового года. И золото напоследок. Демон. Надо перекреститься. Так. Это у нас дневки. По крайней мере, упала активность селлеров. Сколько можно. Выделим такой контрольный диапазон 144-я. И тут прям до 136-й обороняются селлеры. Обратите внимание, что неделя попросту висит в боковушке. Ну, это может быть вызвано двумя причинами. Падение ликвидности. Мы сейчас посмотрим, насколько сильная упала ликвидность по золотишку. Либо же там селлер дальше душит вайра. До последнего уже будет идти. Так, вот здесь были, были селлеры. И здесь тоже были. Буквально вчера, да, вчера, вчера, вчера единственное вот проявили совесть байеры. Немножко зашли. И 130-я, 128-я с половиной. Сейчас мы прикинем по объемам, сколько там прошло. Ну, скорее всего, из-за падения объемов они тут висят в боковике четыренья. Вот, ну, если уйду за 144-я было бы неплохо. В принципе, они так затяжное у них снижение. Это вот за прошлый период. Давайте склейку посмотрим. Очень долго стало грузить. Трейдер с ником Demon. Что вас грузит? Раз, поделитесь. Так, 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 ну, классика, классика. Нельзя сказать, что обороты прям уж сильно по отношению квартала не на самом низком уровне, но и не пестрят желанием и успехами. Последние два дня даже чуть открыли. Несущественно, но, по крайней мере, не бегут из рынка, как вот здесь. Держатся. Держатся. Зафиксили шарты, скорее всего, вот с 19-го, как начали. Ну, я думаю, даже с 16-го они особо не брезговали шартить. Вернее, зафиксить шарты, которые вот здесь как раз и открыли. Ну, лучше дождаться, конечно, на расширение либо 128-й с половиной, либо 144-й. Пока в Liquid не появится новый, ну, не появится приток ликвидности, можно в этом флете пострадать легко. У них, видите, тактически очень повторяющиеся модели. Боковушка, расширение, потом защита этой боковушки, расширение, защита боковушки, снова боковушка, расширение, защита боковушки. И так уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть раз подряд. Ну, могут на этой боковушке как-то отличиться, но, чтобы здесь заходить на покупку долгосрочно, пока объемов не появилось. На сегодня все, спасибо, что пришли. На YouTube-канале можете посмотреть записи, на сайте и в социальных сетях. Вам хороших выходных. Еще раз, с наступающими праздниками. Всего на лучшего и до следующего Wall Street Online.